Сидор В витрине буфинистического магазина, рассказывает Сидор, на проспекте Карла Маркса, главной улицы Днепропетровска, где я родился и жил до войны, была выставлена репродукция картины Репина, изображавшей Толстого. По несколько раз в день я бегал к этой витрине, смотрел, запоминал, притаскивал увиденное к себе домой, внутри себя. Буквально таким было мое физическое ощущение этого процесса. И речь тут, конечно, не о ценности тех полудетских его упражнений, но очень уж символичным представляется мне вся эта цепь совпадений. И что начиналось-то все с Толстого, и что к нему, к этому своему Толстому, он стремился по собственным его словам через всю войну. Восемнадцатилетним, младшим лейтенантом, командиром пулеветного взвода, он дошел до своего дома. От него, от дома, не осталось ничего. Только печная труба торчала, как новаторский памятник моему детству и юности. А рядом разросшийся клен, бывшее маленькое деревце, которое мы с отцом посадили за несколько лет перед войной. А потом он был убит на этой войне. Разрывная пуля немецкого снайпера угодила ему в верхнюю челюсть. Раздробила кость, прошла сквозь корень языка, почти что отстекла его и разорвалась в углу нижней челюсти. Вот и конец, успел подумать. Не вспомнил ни маму, ни папу. Просто сполз в жидкую грязь на дно окопа и тихо умер. Но, говорит Сидор, произошло чудо воскресения, и я остался жить. Иногда мне даже кажется, что это было предопределено для того, чтобы я смог в конце концов создать памятник погибшим от насилия. Треблинку, памятник погибшим от бомб. И не случайно, на своем жизненном пути я встретил замечательных бескорыстных людей. Ну что ж, замечательных и бескорыстных было не так уж мало. Но первая среди них, конечно же, его Юля, жена-исподвижница, муза его и опора. Его Беатрище, его Анна Григорьевна Снеткина. Есть женщины в русских селениях, это и о ней. И в горящую избу войдет, это тоже о ней. Почти еще девочкой вошла на Ксидору в его горящую избу. И так прожила много лет, спасая его от огня и от дыма, и тем даровала ему годы жизни. И сколько же она подарила нам. Снова и снова я вижу черты ее и лицо, трансформированное или почти фотографически проступающее во многих работах Сидора. И в стихах, конечно, тоже. И как же не воздать ей хотя бы словом благодарности за подвиг, совершенный ею. Четверть века стригу, семнадцатилетнюю Юлю. Когда-то отрезал ее косички, теперь подравниваю челку, подрезаю отросшие пряди. Потом она моет голову, а я подметаю. Неужели это ее седые волосы лежат на полу? Но тогда еще шла война. И произошло это чудо воскресенье, но долго еще голова его была буквально опутана бинтами. Искитание по госпиталям до челюстных и полостных. Можно себе представить, что пережил и перетерпел он, и чего навидался при этом. Потом была серьезнейшая операция. Там, где ему ее делали, в Центральном институте травматологии, ортопедии, изготовлялись искусственные лица. Молодые мужчины и женщины, рассказывает Сидор, слепые и зрячие прогуливались по коридорам с пластмассовыми и картонными лицами вместо своих собственных. У некоторых это были только носы и подбородки. Смотреть на них было страшно, а еще страшнее представлять то, что было под картонными лицами. Мог ли забыть это Сидор? Не мог. Но и должен ли был забыть? То, что представлялось многим вольной деформацией лица человеческого, было на самом деле криком, криком боли, скорби, плачем об этих людях, голосом скорби и сочувствия всем, с кем это случилось, с кого так искорежила, искалечила война. Это отразилось и на мутациях, потому что человек с картонным лицом тоже мутант. От этих воспоминаний, от этой боли он уже не ушел никогда. Мертвые куклы, выброшенные на помойки, расплющенные, растерзанные, расчлененные, с выколотыми глазами, с распоротыми животами, снова убитые дети Европы. Война продолжалась, война продолжается, длится, длится, никак не кончится. Сотни, тысячи, миллионы людей погибли от насилия. Пули, виселицы, бомбы, газовые камеры, концлагеря, пытки, смертная казнь. Кажется, должно же это когда-то прекратиться. Но человечество, как бы лишенное разума, ничему не научается. Людская память слишком коротка, слаба и несовершенна.